Град Святой Екатерины. Новый экскурсионный маршрут представили в столице Среднего Урала. Проект готовился для детей, но и взрослые смогут узнать благодаря ему много нового. Одними из первых на историческую прогулку по городу отправили журналисты Екатеринбурга и наша съемочная группа. Город назван в честь небесной покровительницы Екатерины Первой. Ответить на вопрос, в честь кого Екатеринбург получил свое название, кажется легко. Но далеко не все дети и даже взрослые знают это. Чтобы восполнить в умах людей этот пробел, фонд Святой Екатерины собрал краеведов, историков и педагогов. Совместными усилиями специалисты подготовили пешеходную экскурсию. Для того, чтобы школьники города Екатеринбурга знали, в честь кого назван город, какая у этого города история, она действительно очень сложная, очень трудная, масса вопросов, масса ответов. Фонд стал организатором духовно-исторического проекта «Град Святой Екатерины». Прогулка по городу начинается с исторического центра. Сейчас здесь часовня Святой Екатерины, а в прошлом на этом месте стоял Величественный Екатерининский собор. Град Святой Екатерины – это пешеходный маршрут по местам, связанным с именем великомученицы. И следующая остановка в Музее изобразительного искусства, где есть экспонаты, рассказывающие о жизни святой. Здесь, конечно, мы видим и фигуру Святой Екатерины с короной на голове. Здесь она опирается на деталь от сломанного колеса с шипами. И здесь любопытно, что запечатлен момент из второго мистического видения Святой Екатерины. К ней во сне пришел Христос. Маршрут создавался к 300-летию города в двух вариантах – для взрослых и юных путешественников. На сегодняшний момент уже состоялось около 15 экскурсий и для школьников, начиная со второго класса, и для взрослых.